Ясный Сокол Буквально сегодня утром у меня вышел предобзор, сразу скажу, это не обзор, потому что я видел, что там фокус бегает, нож вы нормально не смогли рассмотреть, и есть какое-то количество положительных комментариев, спасибо вам за них, и есть какие-то комментарии, на которые я бы хотел именно обратить внимание. Во-первых, спасибо Виктору, который уточнил, что сейчас у Ясного Сокола проходит акция, все цельнометаллические ножи продаются у них по 3,5 тысячи рублей, то есть официально вот этот нож заявлен как 5200, сейчас они их продают по 3,5. Очень полезная информация. И Сергей попросил сделать обзор на другой нож Ясного Сокола, это зависит частью от меня, частью от самой компании. И вот я обратил внимание на комментарий Евгения, он написал, при длине рукоятки в 10 сантиметров не будет ли темляк давить на ладонь. Я вот буквально перед выходом первую попавшуюся паракордину взял, поставил сюда в отверстие, ну я не думаю, что будет. На самом деле отверстие для темляка на очень удобном месте. Первое впечатление, нож для девочки подростка, на ножнах бусин и стразов не хватает. Там, где должны быть заклепки, прошита красной ниткой, не есть гуд. На самом деле заклепки на ножнах есть, великолепные заклепки черного цвета. Я повторюсь, то, что ножны прошиты красной ниткой, для меня, например, придает очень такой нарядности. Ну и, например, красная та же самая рукоять, она еще и какой-то практический смысл несет, потому что ее легче найти, если нож где-то у вас затеряется в траве. Более-менее это все-таки чужеродный в лесу цвет. Ну, повторюсь, мне действительно нравится и цвет, и рисунок, и фактура. То есть, я думаю, что ни один я живет по принципу умный любит ясно, а дурак, что красный. Поэтому, наверняка, поклонники конкретно у этого цветового решения будут. И написано, нож не для леса, нож для затачивания карандашей перед уроком рисования. Как раз сейчас посмотрим. Так, кину сюда свой телефончик. И, ну, для начала построгаем, конечно. Беру прямым молоточным хватом. Ничего себе! Посмотрите. Два Три Четыре Пять Десять движений. Десять движений, ребята. Рукоять, вот подкручивает или нет, я, честно говоря, не понял, потому что он настолько хищно забирает древесину, кромка прям вгрызается. Посмотрите, реально, это просто какое-то что-то нечто. То есть, тот восторг, который я испытал от ножа на кухне, он продолжает быть. Вот специально сейчас возьмем, строганем по сучку. Прошло только в путь. Только в путь. Ну, теперь моделируем ситуацию, что вам все-таки нужно срубить какое-то небольшое дерево. Я делаю акцент на том, что дерево должно быть небольшое. Почему? Потому что, конечно, с клином длиной в десять сантиметров ни ливанский кедр, ни американскую секвою вам не свалить будет. Ну, вот я взял, я считаю, что для такого размера очень не кислое такое деревце. Попробуем. Ставлю указательный палец за подпальцевую выемку. Вот сюда. И очень-очень удобно он у меня получается в руке. Вот так. Вот так. И сразу же забацаем из этого полежка колышек. Нигде не наминает. Чуть-чуть, вот единственный момент, может быть, чуть-чуть мизинец чувствует, этот грибок. Но совершенно не критично. Это уж совсем, если придираться. А так, вот вам, пожалуйста, карандаш Чаполино-Буратино. Ну и несмотря на то, что я уверен, что никто так не будет использовать этот нож, потому что это совсем уж не целевое как бы использование, все-таки попробуем сейчас взять какую-то небольшую вот эту вот опять же досочку и перерубить пополам. Это даже не больше на какое-то вот свойство батонинга, сколько сейчас будет основная нагрузка именно я рассказывал на кухне именно на режущую кромку, то есть и на клин в районе режущей кромки насколько выдержит или не выдержит. Вот так вот. перерезал замечательно, просто как колбасу и обязательно, конечно, я этот нож потом покажу в макро и сделаем какой-то именно более-менее именно обзор. Просто замечательно, просто шикарно нож создан действительно для того, чтобы быть в лесу. это скажем, несмотря на все свои такие небольшие размеры, это реальный хороший инструмент и вот он с учетом исполнения, с учетом всех вот этих вот решений, он прямо имеет все предпосылки, чтобы стать таким товарищем, другом, единственным ножом, кроме которого больше уже ничего и не нужно. Единственное, конечно, я сразу скажу, что для каких-то долгих выходов этот нож в любом случае будет вторым номером идти вместе с каким-то крупным тесаком, крупным ножом, мачете, топором или вот иже с ними, потому что, конечно, с какими-то здоровенными деревьями он не справится в силу именно просто того, что он такой крепыш-каратыш. Спасибо за просмотр, всего доброго!